всем привет вспоминаю свою молодость свою юность свою зрелость свое настоящее то есть зрелость поскольку до старости еще очень-очень далеко но тем не напомню если кто-нибудь хочет поддержать данный канал поддержать меня зрелого вполне человека то может посмотреть на то что написано под каждым роликом там коротенькая инструкция можно поддержать и так вот вспоминаю молодость и разглядывая пластинку не эту это юсуф латиф замечательный джазовый музыкант я про него расскажу отдельно а ту пластинку которая являлась наверное моей любимой юношестве любимый пост юношестве и остается любимой до сих пор экстиси drums and wires барабаны и провода провода имеются ввиду гитарные струны потому что здесь очень много гитар и очень много барабанов очень много не в смысле нот которые играются на барабанных а в смысле звука барабанного продюсером здесь выступил стив лили white помните такого который делал барабанный звук на альбомах питера гэбриэла вот этот загейтованный это его изобретение и на собственно все альбомы филла коллинза звучат вот с этим звуком который придумал стив лили white ну кстати говоря вместе с коллинзом вероятно это но речь не об этом а речь о drums and wires это пластинка она в компании нашей в конце восьмидесятых в конце семидесятых годов начале восьмидесятых она была не то чтобы культовая она была наверное главный просто главный альбом альбом который свернул нам голову напрочь и как писал венчик и рафеев с тех пор я не приходил в сознание и больше никогда не приду этим заканчивается поэма москвой петушки этой фразы хорошем смысле этого слова я тоже после этого альбома уже не приходил в сознание и не пришел до сих пор и не приду уже никогда потому что здесь и я все мои друзья вдруг услышали и поняли что рог можно играть и не так как его играют и играли до сих пор все включая панк рок включая там регги и и и и и соул и фанк и и и все остальное джаз-рок но все это как-то так было понятно и включая king crimson даже ранний все было как-то ясно-рнятно тут раз совершенно по-другому все это пластинка открытия это но это что-то это такое свежее дыхание такой такой такая новая музыка при этом она удивительно мелодичная и мелодия оказывается могут быть не так написано как у битлз как у маккартни леннона да и как у тому муди блюз у иглс там у всех до красивые мелодии понятное построение в общем понятное но разве что у лена на посложнее были штуки придуманы в битлз которые потрясают до сих пор классических музыкантов и классических композиторов которые рассматривают песни лена на его гармонии его мелодиями да как так вдруг в голову пришло такие вещи но все равно это все очень как классический и очень все в хорошем смысле традиционно хорошем смысле все это выросло из европейской классической музыки с привнесением блюза да все это понятно рок как же иначе да а здесь совсем другая мелодика совсем другая и вот эта самая мелодика между прочим от 79 год вот эта самая мелодика она переросла в то что стала делать группа king crimson с эдрианом белье мелодические построения эдриана белью вокальные мне кажется они выросли просто вот из того что придумывали что сочиняли музыканты xtc в частности энди патридж колин молдинг и дэйв грегори вот их мелодизм он плавно как-то ушел в king crimson времен эдриана белью вот все то что все вот эти странные такие построения белью они вот я их слышу здесь в песне millions например миллионы послушайте и вы вероятно согласитесь не только в millions а много где очень неожиданно очень интересно и очень музыкально и нет натужности авангардизма я бы сказал вот не натужно все все абсолютно естественно ну как вот это выливается вдруг так легко и естественно из сознания музыкального автора ничего не придумано ничего не 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 вычислено кажется каждый я не знаю может быть они все это и придумывали так чертили как-то но ну так все это естественно раз и и получилось и мелодизм абсолютно иной при этом что при этом drums and wires барабаны и провода гитарные до этого в экстисе играл клавишник бэрри эндрюс который записав с экстисе два альбома ушел куда ушел правильно к роберту фриппу проект под названием лига джентльменов и эндрюс там вовсю играет на клавишах я покажу альбом и расскажу про альбом джентльменов отдельно то есть параллели пересечения с фриппом начались уже прямые здесь и про фриппа про king crimson говорят альбом дисциплина ой он опирался на творчество дэвида бирна на музыку токен хэдс да безусловно на музыку вот эту однозначно да в мелодике во первых но я уже сказал в построении вокальных партий однозначно да конечно тут столько параллелей что все это невооруженным ухом слышно так вот и вместо эндрюса пришел вот этот самый дэйв грегори второй гитарист который играл еще и на клавишах тоже и на гитаре еще и сочинял и состав сформировался на долгие годы уже вот это трио энди патрич колен молдинг и дэйв грегори пошли вперед мы can plan for начал первая песня со странным гитарным тембром очень с внятным абсолютно рифом и она более более чем что-либо из этого альбома похоже на традиционный хороший английский рок но не хард-рок другой рук другое прозрачная структура при этом яркие гитары не так играющие как deep apple и джуис прист и все остальные и даже нет не как beatles хотя с beatles тут кое-что есть пересек пересечениях дальше будет ну такое что-то новое как то так тут 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 вот я спел да вроде 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 все понятно здесь не так здесь не так вот эти барабаны на первый план выдвинутые вот эти вот гитарные штучки разреженные но их много они разрежены и их много они интересны они все время перекликаются полный кайф и ироничный очень но очень крутой вокал очень крутой у энди патриджа такие вокальные данные мама дорогая это не вот этот голос такой голос голос а а вот это этого ничего нет вот этой хрени псевдооперный нам здесь не надо но вот очень сложные вокальные штуки очень точно очень профессионально в плане интонирования безупречно ну и двухголосие трехголосие все понятно все это есть и очень энергично все подача просто драйв вперед во всю но вот making plans for agile она такая понятная и хорошая в широком смысле поп песня но это не попс это не поп музыка это это музыка это большая музыка слышно сразу что это господа композиторы здесь потрудились геликоптер следующий номер просто веселуха неожиданно веселуха и опять-таки с юмором опять-таки с таким сарказмом стать с таким хулиганством хорошем смысле в музыка и музыкальное хулиганство не просто хулиганство мимо нос все в нотах все точно но так хулиганиста а хулиганство такое можете позволить только музыкант очень высокого класса когда он легко и просто играет хулиганские какие-то штучки и они слушать слушаться естественно и не ломают ничего очень красиво и тут это замечательная отлично не так здесь по-другому поют гораздо лучше day in day out пошел уже авангардизм пошло уже непонятное уже новое непонятное но не такой как у софт-машин а вроде в структуре поп-песни но такое такое странное такое какое-то странное изломанное такое такое какое-то я так так люди не играли так не поют но при этом очень здорово очень здорово все слышно дэйн дээл в районе и вылью не имеем дефекулте вы не имеем дефекулте респа рейтин вы не имеем дефекулте концентрэйтин когда ты рядом мне трудно дышать такой вот дурацкий текст простой попсовый но с таким сарказмом и так музыкально так драйвово так так бы так быстро и точно с барабанами какой просто класс ну а про песню ten feet tall я и говорить не стану послушайте ее и вы поймете когда было написано и как было написано песня под названием восьмиклассница группы кино ten feet tall называется полотно виктор цой от этой пластинки сходил с ума он ее слушал восторгался как так можно вообще играть вот это вот это музыканты вот это класс и восьмиклассница не содрано стэн фиттал а то что называется под впечатлением под влиянием группы xtc и вот этой песни было написано восьмиклассница послушайте сравните мне очень смешно роз гирдл гирдл д глоуб еще один заход в авангард после после тэн фитталл понятный и очень непростой песни на самом деле опять заход в странные сложные гармонические мелодические и мелодические построения но при этом все слушательно real by real на второй стороне тоже вроде бы поп-песня вроде бы поп-песня но такая запоминающаяся и и и и такая king crimson of sky я бы не сказал что это king crimson light это king crimson strong не знаю как еще сказать как еще сказать это это просто это просто сложная серьезная умная ироничная и очень взрослая музыка хотя написано достаточно молодыми людьми и звучит она этот пластин который вышел в семьдесят девятом году так как будто ее записали вчера в очень хорошей студии очень хорошие музыканты с отличным продюсером абсолютно и на view абсолютно свежая музыка она свежая она не вот эта музыка она не стареет в отличие от многих 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 групп которые играли рок рок такой рок который музыкально очень устарел уже вот эта штука нет абсолютно просто вот свежий ветер который был тогда дует и сейчас про милинс я уже говорил что это просто привет уже пластинком дисциплина и френа 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 все туда вот из the way и outside world две казалось бы поп-песни но такие тоже ненормальные они совершенно ненормальные ненормальные поп-песни и очень интересно их слушать совершенно ненормальные скиссермен это какая-то не то еще более ненормальное произведение чем две предыдущих песни но хорошие а вот что касается complicated game последний номер это одна из моих любимых одна из 100 наверно моих любимых песен всех времен и народов вообще она настолько хороша наверно лучшее произведение тяжелого рока скажу так хотя здесь нет тяжелого рока вообще здесь нет перегруза здесь нет овердрайва здесь нет адских барабанов соло гитары вот этой вот вот это ничего этого нет но она так такая тяжелая такая мрачная такая страшная на вот такой кошмарный ужас 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 у меня даже язык заплетается что я не знаю сравнить его и и не могу не с блэк саббат ни с чем нет ни с чем таким подобным не с кинг римсом даже страшно минимальными средствами группа достигает такого давления такого не знаю такого кошмара музыкального при этом все в нота в ноту все точно все никакого никакой фальши хотя там а тональные аккорды которые через песню здесь идут а тональные вот эти штуки сложные построения ритм гитара невероятная невероятная просто круче чем у роберта фрипа наверное когда он играет ритмические вот эти штуки в правой руке но вот complicated game это да это я рекомендую просто слушать на ночь всем и сны будут правильные пошел пить пока